Всем привет! В эфире Мослектория. Тема лекции сегодня — вода, ресурс будущего. Почему скоро вода может стать дороже нефти, например, и газа? И вообще, что нам делать, чтобы воды хватило? У нас в студии Оксана Ерина, гидроэколог, заведующая лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вода — это всё-таки важнейший ресурс жизни, да? Ничего для нас более важного нет. Ну да, учёные считают, что жизнь смогла в том биологическом виде появиться на нашей планете именно из-за того, что на ней есть вода. И, собственно, поэтому при исследовании новых планет всегда ищут воды в первую очередь. И мы с вами состоим на две трети из воды. По мере жизни мы становимся всё менее водными, скажем так. Ребёнок состоит из воды буквально 90%. Пожилой человек уже на 60, где-то так. Но, тем не менее, вода — это мы с вами. Но ведь мы воду используем не только для питья, не только, чтобы в тушь сходить, но в других сферах, причём гораздо больше. Какие основные направления применения использования воды в мире? Да, это правда. В целом, если мы говорим про мир, то основное — это сельское хозяйство. То есть более половины от всей используемой воды идёт на орошение, на выращивание различных сельскохозяйственных культур. Также это промышленность. У нас довольно много водоёмких предприятий. Это металлургия, цветные металлы, тяжёлая металлургия, гидроэнергетика. Без воды мы не можем себе представить как раз вот такие водоёмкие предприятия, потому что в основном они соседствуют с большими реками, с крупными электростанциями. Им нужно много электричества, и вода нам позволяет его довольно экологично вырабатывать. А если в объёмах, то сколько приходится, например, на сельское хозяйство? Половина воды? Более чем половина. На самом деле зависит от, конечно, страны. Потому что вот в нашей стране, в России, ситуация нетипичная для мира. Ну, в связи с нашими климатическими особенностями, у нас около 60% воды используют именно в промышленных нуждах. То есть это как раз металлургия, это энергетика и так далее. Ещё около 20%, чуть более 20-25% сельское хозяйство, и 18% это коммунальные нужды, то есть для наших с вами потребностей. У нас же больше всего воды, да, если мы территорию берём в России? На самом деле нет, больше всего воды в Бразилии, если мы говорим по количеству отводных ресурсов, да, но мы на втором месте в целом. То есть мы одна из стран, лидирующих по объёму воды. Но как-то отличается наше расходование, наш подход к этому, например, как в Бразилии, как в России, как в Китае? Проблемы-то разные, наверное, у всех? Безусловно, конечно, разные проблемы. Но если мы говорим про Китай, то там основное – это сельское хозяйство. В целом в Азии основное использование воды – это сельское хозяйство, потому что климат подходящий, и много воды в целом в регионе, и поэтому большое количество воды используется. Нужно понимать, что важно не только общее количество воды, но и как она соотносится с численностью населения. Например, в России не очень высокая по сравнению с азиатскими странами плотность населения, и поэтому нам воды хватает. Мы используем всего около 2% от общего объёма возобновляемых водных ресурсов, то есть рек. Тогда как, например, в Азии есть много крупных рек, да, мы знаем, там, Хуанхэй, Янзы, Ганг, Инд, но, например, даже в районах с этими крупными реками плотность населения так высока в Индии и в Китае, что у них наблюдается такое явление, как водный дефицит. То есть недостаточно воды с учётом их нужд и количества людей, которые потребляют эту воду. Дефицит непосредственно воды или чистой воды? Это отличный вопрос. Дефицит, вообще, конечно, важно не только, чтобы вода была рядом, но и чтобы она была нам нужного качества, особенно когда мы говорим про воду, которую мы пьём, да, но, конечно, сельском хозяйстве нам тоже очень важно, чтобы вода, например, была не очень солёной, не солоноватой, содержала достаточное количество солей, но не слишком высокое, чтобы почва не засолялась и не происходила вот деградации, эрозии там и других процессов. Поэтому здесь мы смотрим всегда на качество воды одновременно с количеством. И в этом отношении бывает, что даже действительно не объём воды доступно лимитирует, а её качество, потому как воду очищать до нужного нам качества очень дорого. Мы всегда ищем тот источник воды, который дешевле всего будет использовать в долговременной такой перспективе. Качество воды, оно в чём измеряется? Отличный вопрос, ведь качество – это сам такой термин, но он не количественный. Нам всегда нужны количественные характеристики, и для оценки качества воды мы используем такие показатели, как предельно допустимые концентрации, то есть эта концентрация выше или ниже которой вода уже непригодна для использования, например, в питьевых целях, либо для купания, либо для каких-то промышленных целей, либо для рыбного хозяйства. В разных странах свои вот эти нормативы. У нас в России есть как раз рыбохозяйственные нормативы, они такие экологические, призванные охранять экосистему рек и озёр, и есть гигиенические нормативы, которые призваны обеспечить нашу с вами безопасность, то есть они призваны сохранить наше с вами здоровье в такой тоже долгосрочной перспективе. И этих показателей очень много. На самом деле вот эти вот перечни нормативов качества воды, их больше тысячи, наверное, в каждом. И тут всегда вопрос, какой набор мы должны брать? Какой же из этих тысячи показателей? Относишь, но там 10, может быть, параметров максимум. Да, ну поэтому используются наиболее информативные, опять же. Если мы говорим про источник водоснабжения или предприятия, сначала делается какой-то более широкий спектр, несколько, сотня, две, может быть, даже делается. Но потом приходит понимание, какие основные загрязняющие вещества поступают в территории, и какие основные показатели позволят нам понять, вот вода, она загрязнена, или она не загрязнена, и мы можем ее употреблять без вреда для здоровья. Ну, о здоровье мы еще обязательно, конечно, поговорим. А в целом, если взять в масштабах планеты, какие отрасли не смогут без воды? Понятно, что сельское хозяйство, а вот энергетика, например, хватит там ветряков, солнца? Ну, гидроэнергетика – это довольно дешевый способ выработки энергии. И, конечно, если не будет других вариантов, придется использовать альтернативу. Но сейчас гидроэнергетика, ну, она составляет очень значимый процент, там, около трети в отдельных странах от общего производства электричества. И я не вижу никакого аналога, который позволил бы нам ее заменить вот именно в масштабе планеты или даже отдельных стран. А надо будет задумываться об этом в опасримом будущем? Зависит от того, про какую страну мы говорим, про территорию с каким объемом водных ресурсов мы говорим. Если у нас много воды, как, например, в Сибирской части России, в Азиатской части России, то здесь проблем с водными ресурсами не предвидится. То есть в ближайшие десятилетия прогнозируется только увеличение речного стока, то есть увеличение объема доступных водных ресурсов. А вот в Европейской части России, где сосредоточено основное население нашей страны, да, около 80%, как раз такие проблемы могут возникать, потому что здесь водных ресурсов природных не так много, как в Азиатской части, и тут же у нас сосредоточено еще и сельскохозяйство, например, да, это юг европейской территории России, и очень много отраслей промышленности тоже. То есть вот там уже, конечно, могут возникнуть, то есть уже возникают в бассейне Дона, например, да, возникают проблемы с доступностью водных ресурсов в том количестве, которые бы хотели получать различные предприятия, и приходится эту воду как бы делить. А для городского водоснабжения очень неважен показатель кислорода, насколько я знаю. О, да, это, на самом деле, наверное, один из моих любимых таких показателей, недооцененный, мне кажется, довольно он недооценен, потому что это показатель, который дает нам представление о том, насколько, если мы говорим про природную воду, вода способна к самоочищению, да, то есть если в воде много растворенного кислорода, это значит, что там благоприятные условия, там нет болезнетворных бактерий, например, там нет избыточного какого-то загрязнения, туда не сбрасываются сточные воды в том количестве, с которыми река там или озеро не может с ними справиться. Ну и опять же, в питьевой воде тоже должно быть всегда достаточно кислорода, чтобы в ней не развивались как раз вот патогенные бактерии, поэтому она так хорошо аэрируется всегда. Ну и, собственно, дополнительная аэрация в кранах наших с вами тоже такой способ, как бы поддержать её в таком безопасном качестве, я бы сказала. Ну у нас-то, по крайней мере, в Москве можно из-под крана воду пить? Конечно, в Москве одни из лучших в нашей стране, ну или лучшие, можно, наверное, даже так сказать, очистные сооружения, станция водоподготовки, если быть точнее. То есть вода берётся из рек, из Москвы и Волги, но, тем не менее, проходит многоступенчатую очистку, то есть убираются и примеси твёрдые, да, и химические примеси, и бактерии уничтожаются, проходит озонирование для обеззараживания, улучшения вкуса воды, и потом уже в безопасном совершенно качестве подаётся уже в город. Так а сколько в день, в месяц, в год нужно воды для нормального существования человека, москвича, например? Зависит от того, какие удобства у вас есть в доме. Если мы говорим про централизованное водоснабжение, то тут мы потребляем больше всего воды. В день это где-то литров, может быть, и 500, и 600. Я не потребляю 500 литров, по крайней мере, я так думаю. Это правда, но вы принимаете душ, половина воды уходит на смывание бачка унитаза, то есть такие вот вещи, о которых мы не думаем, что мы используем воду, основная вода как раз уходит именно на такие нужды неочевидные. Но мы потребляем с вами порядка 2-3 литров воды, нам рекомендуют врачи. Я не врач, поэтому это не профессиональная рекомендация, но, как правило, говорят о том, что да, около 2 литров хотелось бы в день потреблять для здорового образа жизни. Ну, есть же ещё, наверное, косвенное потребление, да, потому что мясо, которое мы едим, например, ну, если не викторианцы, оно из сельского хозяйства, оно с помощью воды, так или иначе, получено было. Да, одежда тоже производится с помощью воды. Да, 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 есть такое понятие, как водный след, то есть сколько воды было затрачено для производства того или иного продукта питания, для той иной вещи. И считается как раз, что говядина, например, это самый водоёмкий продукт, то есть чтобы получить килограмм говядины, нужно несколько тысяч литров воды, потому что мы должны вырастить траву, там, зерно, которое корова съест и так далее, и она будет ещё пить какое-то продолжительное время, пока она не будет использована нами в качестве мяса. То есть всё вот это вот учитывается, да, сколько воды нужно для одного килограмма мяса. И в этом отношении растение, вегетарианская диета, она менее водоёмкая, вот, то есть она более такая, как бы сберегающая. Экологичная. А вы говорите, учитывается. А кто это всё учитывает? Ну, то есть у нас есть институты, которые всё это... Или просто пока воды хватает, ну, нормально, вроде справляемся. Ну, мы всегда следим за количеством водных ресурсов, потому что, чтобы управлять водными ресурсами, мы должны понимать, сколько воды нам доступно. И основа, конечно, это мониторинг водных ресурсов, это количество и качество воды. И у нас занимается этим гидрометслужба, то есть есть стационарные пепосты, которые на протяжении уже нескольких десятилетий, столетий контролируют как раз, точнее, измеряют, сколько воды проходит в определённом месте в реке, да. И таким образом получается годовой объём стока реки Волги, Аби, Енисея, Колмы. И уже от доступного объёма воды мы исходим при оценке как раз тех водных ресурсов, которые мы можем использовать, потому что мы не можем из реки забрать всю воду и не оставить ничего, тогда экосистема реки погибнет. И мы должны оставлять реке тоже достаточно, чтобы она могла уже свои экологические функции тоже реализовывать, самоочищение происходило от тех загрязняющих веществ, которые мы туда поставляем. Но если, возвращаясь к вашему вопросу, кто занимается учётом водных ресурсов, это Федеральное агентство водных ресурсов в России. Но в целом в каждой стране есть служба, которая контролирует, да, ну это Министерство природных ресурсов или вот какие-то подведомственные организации. Боюсь спросить, а с Москвой рекой, вот если до очистки, как там анализы вообще? Контролем реки Москвы занимается у нас Мосводоканал. И им, конечно, очень важно знать, в каком качестве речная вода поступает к ним на очистку, чтобы знать, сколько реактивов они должны добавлять, от чего они должны очищать. Поэтому они контролируют химический состав реки Москвы на протяжении вот от её истока, где она только начинается, до точки водозабора. И дальше, соответственно, в городе Москве у нас контролируют состояние водных объектов, в том числе реки Москвы, служба Москомониторинг. Вот они как раз ответственны за то, что происходит внутри города. Ну и дальше Мосводосток. Есть такая служба, которая контролирует тоже, как меняется состав воды рек Москвы и Московской области под влиянием ливневых вод, сточных вод, которые попадают после очистки в реки. Они тоже следят за тем, чтобы реки оставались в каком-то таком благополучном экологическом состоянии. Получается, когда я смываю воду, она всё равно контролируется специальной службой? Конечно, конечно. Эта вода контролируется на поступлении в какой-то глобальный коллектор городской, потом она контролируется на входе в очистные сооружения, на каждом этапе очистки и после очистки, и в реке, до тех пор, пока река Москва не впадает в АКУ. Но мы же не из Москвы реки получаем воду, а всё-таки из водохранилищ в основном. Ну, водохранилища, они построены на реке Москве. На самом деле, система водоснабжения Москвы берёт начало в 30-е годы 20-го века, когда был переброшен сток Волги, часть Волги, да, была повёрнута, так сказать, на юг, в сторону Москвы для обеспечения москвичей питьевой водой и производства тоже. Ну, и вот сейчас мы более 60% пьём из реки Москвы. И для того, чтобы собрать буквально каждую каплю воды с территории бассейна реки Москвы, были построены в 60-е годы водохранилища Москва-Редская система водоснабжения. Вот она сейчас является как раз основной. Там 4 водохранилища основных. Это Истринская, Можайская, Русская, Зернинская. Плюс ещё в 70-е годы рассматривался дополнительный источник водоснабжения из Вазузы реки Яузы, то есть это вот Смоленская область. Оттуда часть стока перекидывали в приток реки Москвы. Там построено было ещё 2 водохранилища одноимённых, Вазузская и Яузская. То есть это уже 6 водохранилищ. А Химкинская? Это только одна система водоснабжения, Москва-Редская. А в Волжской системе, да, мы ещё имеем как раз те малые водохранилища, которые помогают нам перераспределять воду в канале, внутри канала имени Москвы. Это и Пестовская, и Учинская, и Клязьминская, и Химкинская. То есть тут водохранилищ действительно очень много, ну, больше 10 их точно, таких существенных. Плюс дополнительные, вспомогательные небольшие водоёмы тоже используются. То есть, по сути, система водоснабжения Москвы, она одна из самых сложных в мире, потому что несколько десятков вот таких крупных водоёмов достаточно. Плюс гидротехнические сооружения, каналы, плотины, чтобы всю эту воду перераспределить и получить как раз в достаточном количестве для нашего с вами водоснабжения. Ещё можно в выходные приехать и на яхточки прокатиться. Это правда. Если мы от Москвы отвлечёмся на более какие-то глобальные масштабы, воды её больше становится или меньше, или просто она распределяется. Потому что нам, с одной стороны, говорят, тают ледники. И, по идее, должен подниматься мировой океан, а где-то реки сохнут. Ведь то, что вы говорите, не противоречит друг другу. На самом деле, учёные не дают глобальных оценок, увеличивается ли количество воды в мире или нет. Зависит от того, где вы находитесь. Общий тренд такой. Там, где воды было много, её часто становится ещё больше. Как раз вот Сибирь – тот хороший пример. В Бразилии тоже количество водных ресурсов увеличивается. Из-за изменения климата, в том числе, и из-за того, что у них там квадриальная зона. Много осадков выпадает. А вот там, где проблемы были, были и так засухи. То есть ухудшается ситуация и засухами, и с наводнением. Мы сейчас, в принципе, в мире видим, в России тоже видим, что это происходит. То есть там, где воды и так не хватает, её становится ещё меньше. Поэтому, если мы говорим про сток сибирских рек в Северный Ледовитый океан, он увеличивается. Если мы говорим про сток южных рек, он уменьшается. И это не только для нашей страны ситуация такая. Тут же важно ещё разделять не просто воду, а пресную и океаническую, солёную, морскую, то есть которая нам непригодна для большинства нужд. Ну, конечно. Если мы говорим про водопользование, про использование водных ресурсов, а не просто про воду, мы всегда практически говорим про пресную воду. И в основном, когда мы говорим про возобновляемые водные ресурсы, это речной сток. То есть это то, что у нас постоянно восстанавливается. Период водообновления в реках, он в целом составляет около двух недель, чуть больше двух недель. Тогда как в озёрах вода может становиться годами, десятилетиями и веками даже, если мы говорим про озеро Байкал. Поэтому реки – это самый удобный водный объект для использования воды, потому что мы забираем воду, но она снова формируется, снова поступает в реки, и снова мы имеем эту воду. А как происходит этот круговорот? То есть испарилась, тучка куда-то улетела, выпала, грунтовые воды и дотекло до реки. Правильно, понятно? Да, всё так. Река уже течёт в мировой океан. То есть в океане у нас тоже над океаном происходит испарение, часть воды испаряется и выпадает в виде дождя над океаном, а часть воды всё-таки передвигается тоже обратно на сушу, и перенос как раз вот такое взаимодействие океана и суша, оно и в этом и заключается, вот переносе вот этих вот атмосферных влаги. А больше всего пресной воды всё-таки в реках по миру, или грунтовые, до которых мы просто не всегда можем добраться? На самом деле больше всего пресной воды в ледниках. Да. Но это те запасы пресной воды, которые нам недоступны. Вот мы поэтому называем статические запасы и динамические. Поэтому статические – это то, что нам сложно использовать, и мы используем статические запасы только когда нам не хватает уже возобновляемых. Поэтому в странах, где большой дефицит пресной воды, и рассматриваются такие проекты, как опреснение морской воды – это очень дорого. Как транспортировка айсбергов антарктических – это очень дорого. Но когда других нет вариантов, то рассматриваются и эти. После ледников также большое количество воды содержится и в озёрах. Но это тоже статические запасы. Мы, конечно, часть водных ресурсов в озёрах, мы все используем, но мы должны учитывать, какая часть возобновляется в течение года или в течение пяти лет, например, чтобы не было тренда на иссыхание озёра, чтобы водные ресурсы в целом, у нас статический запас водных ресурсов оставался неизменным. Так ледники же тают, и, соответственно, воды должно становиться больше в любом случае. То есть через несколько столетий воды будет, как вы говорите, пригодной для использования, которая участвует в круговороте, больше или нет? Ну нет, ведь ледники тают, и растаявшая вода попадает куда? В мировой океан. А морская вода – это вода для нас не очень выгодна для использования, потому что её очень тяжело и дорого очищать до пресной. Соответственно, мы теряем эти статические запасы пресных вод, но мы не получаем динамические запасы пресных вод, мы получаем увеличение морских вод. Ну там минерализация, солесодержание в морских водах может как-то меняться, но тем не менее она от этого пресной не станет никогда. Поэтому мы вот эти вот глобальные запасы воды пресной теряем в каком-то масштабе, но всё равно это такая оценка больше научная, наверное, чем значимая для нас с вами и для следующих поколений. Ну вот когда мы говорим о нефти, часто ставят планку через 50 лет. Правда она сдвигается, 50 лет назад говорили, что сейчас нефти уже не будет. Но тем не менее у вас есть какой-то дедлайн, какой-то крайний срок, когда мы все будем испытывать дефицит воды? Нет, я не могу вам дать такого прогноза. Я думаю, что никто на сегодня не может дать такого прогноза. Мы знаем, что есть страны, которые уже испытывают этот дефицит. Это, например, такие страны, как Израиль, Иордан, Ливия, Кабоверда. То есть страны с минимальной водообеспеченностью в расчёте на человека. Но в России дефицит водных ресурсов наблюдается сейчас на юге европейской части, как раз из-за того, что климат довольно засушливый, а водные ресурсы очень активно используются в сельском хозяйстве, промышленности, населения много. Но в целом мы можем только дать оценки на 10 лет, например, на 20 лет. Сейчас существуют оценки до конца 21 века, как изменится речной исток. Но тут сложно прогнозировать, как будет меняться экономика, потому что тоже планы развития каких-то регионов, они существуют на какой-то прогнозируемый срок, на 10-20 лет, но никак не на стоп. Поэтому таких глобальных оценок сложно как-то однозначно озвучить. — Мне уже нравится, что до 21 века вы точно не даёте, то есть пока хватает. Так с точки зрения экономики тогда, мы продаём нефть, продаём газ. Вот в Китае тот же самый, вы говорите, что им очень много нужно воды для сельского хозяйства. Мы можем практически по тем же трубопроводам начать им продавать воду банально? — По тем же, конечно, мы не можем. — Ну, это я так условно. — Но отдельные каналы уже строятся. Например, канал из Казахстана перекачивает часть воды реки Иртыш, которая впадает в обь, соответственно, в Китай, в засушливый регион, где происходит добыча нефти, и там мощь нужна вода, а её вообще нет, то есть от пустыни. И китайцы платят за это. То есть в целом вот такой рынок воды, такой как нефтяной рынок, конечно, в том виде он ещё не существует. Но он, очевидно, будет формироваться. И дело здесь даже не в том, сколько воды есть в регионе, а в том, какого она качества. Я бы делала всё-таки основной упор на это. Потому что мы в 20 веке уже сталкивались с тем, что крупные города, которые расположены на берегах большого озера или крупной реки, оказываются без питьевой воды, потому что станции водоснабжения не могут очистить природную воду для безопасного использования в питьевых целях. И это последствия загрязнения воды, которые мы формируем уже в течение нескольких веков. Но последние, конечно, 100 лет они особенно ухудшили ситуацию. Из-за того, что мы с вами сбрасываем плохо очищенные коммунальные стоки, происходит развитие токсичных сине-зелёных водорослей, которые питаются тем, что мы сбрасываем в реки с источными водами. Это азот фосфор, это еда для них. И, соответственно, иногда интенсивность их цветения настолько велика, что даже если у вас рядом огромное озеро, вы просто не можете очистить воду до безопасного к употреблению человеком уровня. И вот в таких случаях привозят воду из каких-то регионов, из безопасных с точки зрения водоснабжения. И, конечно, альтернативные источники водоснабжения для крупных городов, безопасные источники водоснабжения, это как раз повод для такого планирования водного рынка покупать воду на случай, если будут какие-то происходить непредвиденные ситуации. И, опять же, там, где воды нет, ничего другого не остается, кроме как как раз покупать воду путем либо строительства каналов, оплачивать это строительство, да, и потом платить за аренду, за потребляемые водные ресурсы. Собственно, это уже происходит, но оно просто не в очень больших объемах сейчас происходит. Я просто представляю, сейчас в новостях часто в конце говорят, нефть стоит столько-то за баррель, да, а, значит, в обозримом будущем кто-то будет говорить, а вода стоит столько-то за бочку. Я думаю, что примерно так и будет за кубометр, да, или за литр. Но, конечно, нам еще предстоит разработать некий стандарт воды, ведь природные свойства воды очень различаются в зависимости от геологических условий, да, природной зоны. И поэтому нет какого-то стандарта, да, питьевой воды. Как мы говорим, вот нефть есть, какие-то марки, которым приводится биржевая стоимость. Эталоны. Эталоны, да. Вот у воды нет такого эталона, качество которого бы мы могли приводить любую природную воду. Ну, считается, что вода не должна быть очень минерализованной, да. Хотя, с другой стороны, если в воде вообще не растворено солей, то она тоже небезопасна. Поэтому пить дождевую воду или воду талую, вот как иногда бывают рекомендации, видишь где-то, что вы можете взять воду, заморозить ее, а потом первый слой там вот с солями, значит, слить и пить талую воду. Но если вы пьете воду без солей, вы вымываете соли из организма. Поэтому вот где-то здесь находится у нас идеальный состав воды, скажем так, который нужно определить и уже относительно которого, наверное, будут выстраиваться цены на воду. Ну, кстати, насчет эталона. Вот интересно, если мы зачерпнули из Байкала, это будет идеальная вода? В Байкале, конечно, вода близка к идеалу, на мой вкус и на мое профессиональное мнение, потому что она довольно мало минерализована, в ней растворено не очень много солей, но все-таки достаточно солей, чтобы закрыть наши биологические потребности. И в этом плане, да, мне кажется, мы могли бы национальный стандарт воды точно, байкальский, разработать. Вообще, насколько это дорогой или дешевый ресурс вода? Я когда покупаю, например, пятилитровую бутылку, ну, плюс-минус 100 рублей она стоит, да? Понятно, что есть маркетинговая составляющая, упаковка, наверное, производство. А вода-то сама сколько стоит литр? Ну, ведь рыночная стоимость воды, она складывается из тех затрат, которые необходимы для ее подготовки, да? Мы называем вот водоподготовку, доведение свойств воды до питьевого качества. Соответственно, если у вас есть скважина, которая... Если у вас есть скважина, из которой поступает вода идеального качества практически, да, не слишком минерализованная, не слишком железистая, не слишком жесткая, то вы можете ее не очищать, то есть максимум обеззараживать, и такая вода будет, конечно, не очень дорогой в подготовке. И за такую воду можно будет платить, ну, меньше, да? Но вот в нашем, там, европейском регионе, европейской части России, и тем более в Сибири тоже ситуация не очень хорошая, потому что у нас избыточная влажность формирует порой заболачивание территории, да? И, я думаю, в большей части страны жители имеют либо жесткую воду, либо такую железистую, желтоватого цвета, либо она может быть цветная иногда из болотных вот этих как раз. Пахнуть может опять шум. Может пахнуть, да, да, да. Есть показатели, которые как бы опасны, есть показатели, которые не очень опасны, но они ухудшают пользовательские свойства. Потому что мы когда видим с вами какую-то желтую воду, даже если она вот безопасна, и врач нам скажет, что она абсолютно безопасна, у нас все равно будет оставаться какая-то мысль о том, что, возможно, с ней что-то не так. Вот, и поэтому, конечно, такую воду доводят до пользовательских таких свойств, чтобы у потребителей воды не возникало каких-то мыслей о том, что с этой водой что-то не так. На самом деле мы с вами платим заводу не всю стоимость от ее подготовки, потому что в нашей стране довольно большую часть расходов берет на себя еще государство, в том числе реконструкцию очистных сооружений каких-то, которые очень большую часть, например, в странах Европы составляет от стоимости заводу, то есть в странах Европы могут люди платить на порядок больше завода, чем мы с вами. У нас, наверное, самая дешевая вода. В этом плане многие развивающиеся страны, многие страны Центральной Азии, в принципе, азиатские страны, они как раз тоже подходят к такому государственному обеспечению питьевой водой, когда государство вкладывается в построение и реконструкцию очистных сооружений, станции водоподготовки, то есть Россия пошла по такому пути, забота о своих гражданах, можно, наверное, сказать. А как работают очистные сооружения? Они работают восхитительно. Хорошо, а как это выглядит в процессе? Да. Я обожаю рассказывать про то, как работают очистные сооружения, потому что все процессы, которые реализуются на очистных сооружениях, они подсмотрены в той или иной степени у природы. То есть это фильтрация, конечно же, да, в первую очередь мы должны какие-то твёрдые частички убрать. Потом мы используем чаще всего это соль алюминия или какое-то другое вещество, которое называется коагулят, который помогает нам убрать излишние химические вещества из воды. То есть они выпадают в осадок, да, и у нас вода уже выходит безопасной в химическом плане с этой стадии. На следующей стадии вода может пропускаться через активированный уголь, да, то есть обеззараживание такое происходит. Потом она может озонироваться, улучшаются её как бы питьевые свойства, вкусовые свойства. И, наконец, она обеззараживается, потому что централизованное водоснабжение в первую очередь должно быть бактериологически безопасным, потому что эпидемия с централизованным водоснабжением коснётся миллионов людей, да, там сотен тысяч людей. Мы этого позволить никогда не можем. Поэтому на последней стадии у нас обеззараживание производится, и потом уже вода отправляется к нам с вами. А обеззараживание по старинке хлоркой происходит или чем сейчас чистят? Ну, оно так и происходило хлоркой в нашем с вами понимании. То есть раньше чистили газообразным хлором, и это была такая довольно опасная с позиции работы станции водоснабжения ситуация, потому что это взрывоопасный регент. А сейчас переходит на более безопасный гипохлорид натрия, такая соль, порошочек, которые добавляют действительно. И в воде это соединение тоже активизирует хлор, и активный хлор убивает все микроорганизмы, и в безопасном для нас с вами количестве, если вода чистая, содержится в водопроводной воде до того момента, пока она не поступит в кран. Если вам не нравится вот запах хлора, то вы можете набрать воду в кувшин, например, или в стакан и подождать минут 20. То есть хлор в стоячей воде очень быстро удаляется, это газ, надо помнить, да, хлор-2, это газ. Поэтому он быстро выветривается, и вы пьете через несколько минут, там, через 10-20 минут уже воду без вот этого привкуса, без запаха хлора. Так а на экологии как очистка сказывается? Потому что вот эта пакость, которую мы всю отфильтровали, да, она же никуда не девается, она где-то сохраняется. Ну, она концентрируется, да, и потом также, как и какие-то твердые бытовые отходы, это вывозится либо на полигоны ТБО, либо на какие-то мужжигательные заводы, возможно. То есть это отход, от которого нужно избавиться. Если мы говорим про взвесь, про твердые частички, то потом это может пристрести дорог, да, в каком-то там пескобитонном производстве использоваться тоже. Ну, зависит от реки. Если у нас с вами ил, вот такие органические частички, конечно, это сложно использовать. Если у вас песчаная река, то это ресурс, который вы можете использовать, продать, да. В этом плане очистные сооружения, которые перерабатывают стоки, они как раз пытаются тоже использовать канализацию как ресурс. То есть в сточных водах большое количество газов, таких как сероводород и метан. И вот на очистных сооружениях предусмотрен специальный блок по вырабатыванию электричества из метана, то есть метантенки это называется, и, собственно, очистные сооружения в какой-то мере окупают как раз свои затраты. На электричество при работе вот с таким утилизацией, так сказать, газов в сточных водах. А Москва-река это ил? Москва-река это больше ил. Ну, то есть есть песчаный, конечно, но так как у нас много водохранилищ, вода часто медленно течет, и поэтому у нас больше таких иллистых участков. Ну и в целом мы видим в реках песчаные участки, там, где хорошее течение. Когда река быстро течет, то у нас такие песчаные участки формируются. А водохранилища их в целом-то по стране, если вот вы рассказали детально, сколько в Москве, а сколько их в России в целом, можно цифру назвать? Если мы говорим про крупные водохранилища, да, их там несколько сотен, потому что есть еще такая градация между крупными водохранилищами, малыми, прудами. У нас в стране существуют и заброшенные даже водохранилища, которые строились в какой-то момент, да, там, для каких-то там кооперативов садовых, может быть, или сельскохозяйственных организаций. Потом как-то все поменялось, и, соответственно, вот остаются такие бесхозные гидроузлы, которые никто не обслуживает, вот. Но в целом крупных, ну, мы можем сказать, наверное, там, про сотню точно, да. А если мы говорим про средние и малые, то там уже счет на несколько сотен идет точно. А есть какой-то у нас стратегический запас? Вот, например, вода везде кончилась, берем из озера Байкал упомянутого. Такой программы у России пока нет, по крайней мере, насколько мне известно, да, да, да. Но, конечно, у каждого города и у предприятия есть какие-то локальные планы, что делать. Что делать, например, если в городе произойдет отключение электричества? Может, вы помните, что лет 20 назад как раз в Москве была такая проблема, что отключилось электричество, и более суток не работали очистные сооружения, и как раз станция водоподготовки, и как раз вот в это время использовался тот запас пресных вод, который есть где-то на сутки, на двое, и он расположен в подземных хранилищах воды. Вы можете жить рядом с одним из таких подземных хранилищей, даже не знать, что это не просто парк, да, а что под вами, какой-то бассейн с водой, питьевой, который, так сказать, в ваш же дом и идет. Вот, и, соответственно, у всех городов есть вот этот вот резервный источник водоснабжения на случай, если будет перебой на станции водопроводные или ночных сооружениях, в общем, чтобы мы были обеспечены водой. Вот это да. А экскурсии есть в эти подземные бассейны? Ну, я не встречала, по крайней мере, в Массудоканале нам не предлагали такую экскурсию, но, кстати, на водопроводной станции они действительно и школьникам, и студентам с удовольствием проводят всегда экскурсии. Насколько мы разумно, точнее даже так, насколько мы неразумно, наверное, потребляем воду, мы транжирим, судя по всему? Если мы говорим про Россию, ну, у нас очень много воды, поэтому мы можем себе позволить, да, ее так неразумно потреблять в чем-то, можно сказать. Конечно, те страны, которые испытывают дефицит, они вынуждены больше денег вкладывать в более такое эффективное использование воды. Например, если в сельском хозяйстве используются какие-то открытые миллиардивные каналы, то есть вода, по которым просто перетекает, да, из реки на поле, и происходит ирригация там в полив растений. Соответственно, открытые каналы, они характеризуются большой долей потери воды на испарение. То есть пока вода течет, к месту частично она может испаряться, и в Центральной Азии половина воды теряется просто при транспортировке. Вот представьте, мы могли бы в два раза меньше воды использовать для орошения каких-то культур. И, конечно, вот в этом нам помогают такие технологии, которые позволяют воду подводить прямо к растению, либо технологии, которые позволяют подпочвенно, соответственно, проводить увлажнение почвы, то есть не теряя воду на испарение. Но в этом плане мы ничего нового не придумали. Мы знаем, что еще вот в древнем мире, как раз вот где сейчас находится там Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, люди использовали такие вот подземные каналы для того, чтобы уменьшить потери воды при транспортировке на испарение. Ну это все-таки очень большие масштабы. А вот лично я, что дома делаю не так, неразумно? Ну, возможно, вы любите принимать ванну, например, а не душ. Либо вы... Большая разница? В несколько раз. И поэтому как раз рекомендуется принимать душ вместо ванны и использовать насадки, которые экономят воду. То есть лучше разбрызгивают воду, и тем самым вы успеваете помыться без потери качества, так сказать, принятия душа меньшим количеством воды. Также рекомендуется использовать унитазы, которые используют меньше воды. То есть тоже... Ну или как минимум с двумя этими дозаторами. Да-да-да, ну различные как раз технологические решения помогают нам здесь тоже экономить воду, потому что 40%, 50% по разным оценкам используются чисто на эти цели. Это поражает меня до сих пор. Если мы говорим про питьевую воду, то, конечно, лучше использовать водопроводную воду для питья. Если мы потребляем бутилированную воду, мы увеличиваем свой водный след, потому что на производство бутылок, из которых мы пьём воду, также используется вода. Ну и как минимум пластика становится больше на планете. И мы увеличиваем загрязнение пластика. Хотя его можно сейчас давать. Конечно, конечно, да. И мы можем из пластиковых бутылок делать куртки, там, одежду, много чего, тротуарную плитку. Но тем не менее, если можно этого не делать, то лучше этого не делать. Потому что питьевая вода во многих городах, в большинстве городов России, она безопасна. И в основном нет никаких, кроме конкретных наших предпочтений, причин для того, чтобы её не пить. Я ещё горжусь тем, что у меня посудомоечная машина. Кстати, это тоже способ экономии воды, это правда. Есть же ещё посудомоечные машины, которые не берут дополнительную воду, то есть они заведомо экономят нам воду по сравнению с обычным мытьём посуды. Ну, конечно, если вы не моете пару тарелок в посудомоечной машине. Рекомендуют их полностью загружать. Так, а так можно вообще представить себе в домохозяйстве какой-то полностью замкнутый цикл? Если у вас частный дом, то в целом можно. Часто в России так и происходит. Потому что в ситуации, когда у нас нет централизованной системы канализации, нам необходимо максимально эффективно использовать воду. И как она используется? Мы берём воду из скважины, например, и используем её для всех каких-то целей бытовых. И потом часто для обычного дома используется септик, который закапывается под землю. И он, это такие маленькие очистные сооружения, очищает воду до безопасного уровня. И такая вода, например, может использоваться для полива. Ещё одну рекомендацию вспомнил, что когда чистишь зубы, надо выключать кран. Вот этого, наверное, вообще никто не делает в России. Почему же я делаю? Да, вот может быть кто-то из зрителей теперь прислушается. А такая красивая, прекрасная история, которая вообще, на мой взгляд, говорит о неком благополучии, фонтаны. То есть вот когда в городе, пусть даже самым захолустом, работает фонтан, значит там всё неплохо. Я вот недавно на ВДНХ был, там вот эти струи на золотом колосе потрясают. Но как работает вся эта система? Ну, на самом деле, фонтаны не так давно стали украшением. Ну, в историческом, конечно, контексте. Несколько тысяч лет назад фонтаны начали использоваться для орошения как раз, для полива садов, да, каких-то вот территорий. Фонтаны использовались в Москве ещё сто лет назад как источники водоснабжения. То есть водопровод первый московский, который был построен при Екатерине Второй, он нам транспортировал воду из мутищ, но тогда не было централизованного водоснабжения каждого дома, и люди подходили к фонтанам и разбирали воду, то есть с ведрами. И как раз, возвращаясь к содержанию в воде кислорода, о котором вы спрашивали раньше, работа фонтана поддерживает высокое содержание кислорода в воде, и тем самым вода не ухудшает своё качество и продолжает оставаться безопасной из позиции как раз использования. То есть фонтан это не только красиво, но и экологично получается. Да, ну, конечно, в последние годы и даже десятилетия это уже больше украшения, да, и сейчас мы используем насосы для того, чтобы подавать вот этот напор воды, воду под напором. Но всё-таки современные фонтаны, они в целом используют водоборотное такое водоснабжение, то есть это не вода, которая один раз была использована и потом ушла в канализацию, ну, то есть она несколько раз используется, чтобы снизить тоже водный след от работы фонтанов. Ну, и в Москве, там, и в большинстве городов в целом в России используется вода питьевого качества, чтобы люди, которые, например, идут купаться в фонтаны, в жару, да, они тоже оказались в безопасности, никаких последствий после этих, так сказать, прогулок. То есть не только в Риме можно набрать воды летом и выпить, и ничего не будет? Ну, вот насчёт питья я не могу порекомендовать пить воду из фонтанов сегодня. Я думаю, что никакая организация, да, которая ответственна за здоровье населения, не порекомендует вам это. Просто они безопасны и для контакта с водой. То есть если вам случайно что-то попадёт, нам на лицо, например, да, у вас не возникнет дизентерии от этой воды. Она должна быть безопасна для этих целей. Я, кстати, вспомнил, что фонтан, который был на Лубянской площади, сейчас вот спорят памятник, возвращать, не возвращать фонтан исторический. Он же как раз-таки использовался для того, чтобы лошадей напоить. Да-да-да, именно так. И не только лошадей, но и людей. То есть это как раз тот самый фонтан из системы водоснабжения Москвы 18-19 века. Что ж, Оксана, тот случай, когда в лекции было очень много воды, но это пошло ей только на пользу. Спасибо вам большое. К зрителям ещё раз обращаемся. Когда пойдёте после лекции чистить зубы, закрывайте кран, поможете экологии. Но у нас в студии была Оксана Ерина, гидроэколог, заведующая лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов географического факультета МГУ. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.